Сегодня увидеть курильщика с электронной сигаретой не редкость. Улицы и общественные места, в том числе закрытые помещения. Теперь курящие могут позволить себе дымить, где им заблагорассудится. Ведь по бытующему мнению, электронная сигарета абсолютно безвредна как для самих табакозависимых, так и для окружающих. О том, иллюзия это или действительно доказанный факт, нашей съемочной группе рассказали специалисты Бресского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья. В ходе беседы выяснилось следующее. Шесть лет назад Американское управление по контролю качества продукции и лекарственных препаратов доказало, что электронные сигареты, содержащие жидкость, содержат не только перечисленные вещества, но и другие канцерогенные вещества. Поэтому на сегодня однозначно Всемирная организация здравоохранения утверждает, что электронные сигареты представляют точно так же угрозу для здоровья, особенно подрастающего поколения. Между прочим, абсолютно противоположную информацию дают продавцы чудо-трубочки, которые, кстати, без особого труда можно приобрести в онлайн-магазинах или в реальных точках продаж. Вместе с желанным товаром вы получите информацию о его сенсационной пользе, кстати, никем не доказанную. По словам производителей, вся фишка заключается в жидкости, которая заполняет электронную сигарету и не содержит вредных веществ. Однако эти сведения можно смело отнести к разряду заблуждений. Жидкость, которая содержится в электронных сигаретах, она труднодозируемая, поскольку картридж содержит определенное количество жидкости, которую на протяжении курения человек не может контролировать. То есть, пока она не закончится, человек продолжает курить. А по количеству содержимого она может быть приравнена к 2-3 пачкам сигарет. Кстати, с психологической точки зрения электронная сигарета нисколько не заменяет обычное. Все дело в том, что как и при классических никотиновых палочках, так и при видоизмененных у человека не срабатывают иные механизмы для решения той или иной проблемы. Они точно так же ее закуривают, как в случае с обычными сигаретами, что явно не поможет в деле бросания пагубной привычки. Скорее всего, даже усугубит. Стереотип поведения курильщика, когда он все свои проблемы, по сути дела, как ребенок соску, так и курильщик сигарету, просто-напросто эти проблемы облизывает губами, если так можно говорить. И в конечном итоге получается, что не работают никакие другие механизмы психологической защиты. Их у человека достаточно много, но у курильщика все сводится к одному, к тому самому первому, самому детскому, это к банальному сосанию. Сегодня во многих странах запрещена реклама спонсирования фирм, которые производят электронные сигареты, а на просторах 39 государств и вовсе запрещена торговля. Будет ли в Беларуси законодательно определен статус ноу-хау, покажет время. Во всяком случае, разработка проектов по пересмотру рекламы и других нормативных документов в отношении китайского изобретения ведется уже сегодня. Ну а пока у курильщиков есть повод поразмышлять, например, того, насколько полезна будет следующая затяжка дымом сомнительного качества.